Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Пишу вам письмо. Надежда, что вы, ваши подписчицы, сможете мне что-то посоветовать, помочь. Я всегда смотрю ваши видео и очень вам доверяю. Мне 29 лет, я замужем, у меня двое сыновей. Когда я вышла замуж, в первое время мы с моим мужем жили в одной квартире с его сестрой, которая младше его на один год. По документам, квартира принадлежала моему мужу изначально до свадьбы. Уговор был такой, что какое-то время мы будем жить вместе, и параллельно моя заловка будет искать себе подходящую квартиру. Средства для покупки однокомнатной квартиры были в наличии. Спустя некоторое время муж и его отец решили, что эту квартиру он перепишет на сестру, то есть на мою заловку, а мы возьмем эти деньги, которые откладывались ей на квартиру, предназначенные на покупку новой квартиры, поднакопим, добавим сверху и купим себе более просторную. На тот момент ей было 31 год, не замужем, детей нет. Почти сразу стало ясно, что характер у нее тяжелый. Она часто меня критиковала, что я что-то делаю не так, бытовым вопросом, по уборке, не туда что-то положила и так далее. Я ей не отвечала. Понимаете, я никогда в жизни до этого не сталкивалась с враждебным отношением к себе. Я просто не имела понятия, как себя вести в такой ситуации. Ну и по характеру, конечно, я достаточно робкий человек. Личные границы. Поначалу я старалась делать бытовые дела так, как она меня просит, чтобы быть ей угодной. Но потом стало ясно, что она цепляется ко всему и не важно, как хорошо я это сделаю. Она идет просто, чтобы покритиковать меня. Я ненавидела возвращаться в эту квартиру, старалась задержаться на работе, лишь бы у меня вообще просто не проводить времени дома и меня не доставали. Муж защищал меня во всем этом и был всегда, конечно же, против подобных нападок. Но он просил постараться с ней подружиться, отказался съезжать на съемную квартиру по финансовым причинам, потому что мы копили деньги на большую квартиру. В итоге мы прожили вместе с ней почти год. И когда я родила, мы вложились в долевое строительство и съехали на съемную квартиру, пока наша будет строиться. Мне кажется, я бы просто не выдержала первый год материнства в одном пространстве со своей заловкой. Я с вами соглашусь. В принципе, материнство первый год это нелегко. Просто это надо, не знаю, в лес куда-то реально уходить, оставаться в одной доме, если в одна все делаете. Чтобы никто реально не лез с этой такой нервной момента моего времени, а еще и на нервы тебе капает. До свидания. Родители мужа прекрасно знали ее отношение ко мне и характер своей дочери тоже. И говорили мне, не обращай на нее внимания, она просто ревнует и так далее. Мы уже больше трех лет живем отдельно, отношения между нами можно назвать вежливо холодные. У меня уже двое сыновей и мне неприятно, когда моя заловка начинает сюсюкаться с моими детьми, обнимает, целует. Я их ревную и я не хочу, чтобы они были близки с ней. Своих детей у нее нет, она так и не вышла замуж. Когда мы приходим в гости к свекрам, они очень поощряют общение внуков со своей дочерью, могут сказать, «Ой, смотри, какая тетя, она тебя так любит, как она с тобой хорошо играет». А мне все эти моменты очень неприятны. Мне до сих пор обидно, что перед первый год моего замужества был полон стресса, негатива и переживаний за этой женщиной. Один момент я особенно не могу ей простить. Когда мой старший сын только родился и мы въехали в съемную квартиру, в присутствии моей мамы, она сказала, указав на мою свекровь, «Своя единственная бабушка, имея в виду, что ее мама, ему бабушка, а моя мама нет». Это было сказано так громко, манерно и специально. Моя мама тогда очень огорчилась, обиделась. Мои свекры после этого извинялись за нее, но от нее само извинение так и не поступило. Я не могу представить, как больно мне было тогда за мою маму. Я не знаю, что мне делать, что делать с ревностью, с этой обидой. Пожалуйста, Галя, дайте мне совет. Ну, смотрите, вам, конечно, нужно отпускать. Вы хорошо, что анализируете, что происходит. Вам нужно отпускать обиду. И ревность к вашим детям, она пройдет сама собой. То есть это такой постфактум уже, это симптом такой, по которому вы пришли к самому моменту обиды. Есть определенные психологические техники, как это с психологом можно проработать. Это в момент, мне кажется, просто меня об этом часто спрашивают, каких-то моментов, сколько ты можешь занять. Ну, я думаю, это несколько встреч, пара, например, встреч, тройка, и вы этот момент можете детально разобрать, проработать по технике с психологом, и вопрос решится. Что делать самостоятельно, да? Очень просто все. Вам нужно прощать эту женщину, минимизировать общение с ней, как у вас уже сейчас идет, да, но злость и обида у вас до сих пор осталось. Потому что вы тогда, как робкий человек, как вы и сказали, да, то есть, я помните, останавливалась вначале и говорила о личной границе. Вы упустили момент, вам пододвинули личную границу, плюс вообще нас нападали агрессивно. И вы, как робкий человек, не имея личных, скажем так, границ, которые поперли, вы это сглотнули. И вот эта обида за то, что вы за себя не постояли, вашу границу поперли, по сути, в вашем доме, на тот момент, когда вы с мужем заезжали, как бы она была, скажем, ну, в кавычках у гостей, да, потом решили, условие было другое до свадьбы, вы заезжали туда в других правах, а потом уже на месте решили ей оставить квартиру, а вам съезжать. Права, скажем так, хозяйки в доме изменились. И честно скажу, что вы просто в себе подавили эти эмоции негативно за то, что вы себя не могли защитить. И эта история, это только пример один из вашей жизни, я уверена, что как у робкого человека, как вы себе характеристику дали, у вас это не редкий случай, когда вы за себя постоять где-то в жизни не можете, не знаю, на скассе как-то грубо обслуживают там банки или еще что-то, да, потом вы опосля додумываете, как бы я ответила, или а что нужно было сказать, или мне настолько неприятно, что вообще эту тему я не хочу вспоминать, историю неприятную с каким-то человеком. В общем, у вас эта проблема, мне кажется, по жизни, она просто очень яркий эмоциональный пример из семьи. Так вот, чтобы вообще впредь такого не было, конечно, вы должны отслеживать, когда попирают, чтобы вот до этого не доходило и не подавлять в себе негативные эмоции и обиды, вам нужно не допускать вашу задачу, не допускать ситуации, которые могут к этому привести, к этим эмоциям выработки их. То есть, если вы чувствуете, что кто-то вас, не знаю, при очереди пытается вперед вас залезть, а вы здесь в очереди стоите, вот вы должны не промолчать, это как пример, да, условно, если вы не можете физически оттолкнуть как-то, да, вы робкий человек, то вы просто вслух проговариваете, за это вас никто не ударит, ничего страшного не произойдет. Вы должны научиться говорить, говорить о том, что вам неприятно, а не проглатывайте это, да, и вот в очереди, например, вы должны сказать, я здесь стою, или я пришла до вас, и это место заняла я. Неважно, как решится проблема, послушивает вас человек для начала, да, или станет все-таки перед вами, или уйдет, в большинстве случаев человек уйдет, потому что такие наглые люди, они не ожидают, что они видят человека послабее, они думают, что им никто ничего не скажет, и принародно там вслух ничего не скажет, не припозорит, да. Так что вам, ваша задача вообще начать говорить о проблемах, которые вам не нравятся. Тем самым, если вы этого не сделаете вот в этом примере, вы промолчите в очередной раз, будет вам обидно, неприятно, грустно, будете думать, ну что же, я вот такая робкая, все меня всю жизнь обижают, я бедная, несчастная жертва, могу даже поплакать из-за своих каких-то старых подобных обид, которые сейчас вспомнились, да. И вот у вас везде плохое настроение, вы опять в себе подавили эти эмоции, вас раздражает злиться, злитесь на то, что кто-то вас пододвинул, и, собственно, злись сама на себя, начинается разрушение своего организма. А если у вас психосоматика с детства отключена, болеть начинаете, кашель, еще что-то, насморк у кого-то, всех по-разному, да, вот голова болеть начинает, на самом деле, потому что вы перенервничали, опять стресс получили, и у вас такая реакция вашего организма подавленной эмоцией выходит физически, психосоматикой. Вот чтобы этого не было, такие ситуации вы должны прекращать. Вот в вашей ситуации с этой женщиной, с заловкой вашей, надо было сразу ставить на место, или хотя бы говорить о том, что мне это не нравится, чтобы человек знал. Не ругаться, а хотя бы говорить для начала, надо начинать говорить, что тебе не нравится. Пока ты молчишь, никто твои мысли читать не будет. А вы что пытались сделать? Я пыталась подстроиться, убираться так, как она сказала, ставить тарелку туда, куда она сказала, чтобы быть хорошей. На самом деле, это глубочайшая ошибка ваша, с этого все началось, она поняла, что мы можем продавливать, и она просто во полную меру, скажем так, в это подключилась и смаковала это. Тем самым, честно говоря, выжив вообще вас с этой территории, забрав себе квартиру, а вас с детьми в съемную, скажем так, перегнав, двое детей, у нее семьи нет. Пусть она идет, снимает, изначально договор был такой. Конечно, квартира супруга не ваша до брака, и все такое, это их семейное дело, но в этой семье ее очень больше любят, скорее всего, она любимый ребенок, чем ваш муж у родителей, и они ей всю жизнь потакают, идут на уступки так, как она хочет происходить. Поэтому она это практикует, и даже с вами себе под каблук пыталась загнать, она в этой семье голова, и родителями правят, и братом вашим, своим братом вашим мужем. Но у вас почему такая реакция, я боюсь быть отвернутой, плохой в этой семье и так далее, это тоже с вашего детства. Вам приходилось подстраиваться быть робкой, чтобы не терять любовь, одобрение тех, кто рядом с вами, близких ваших людей. Это ваш страх с детства, и вы этим, скажем так, гонимы, и от этого всегда убегаете. Эту проблему вам вообще на самом деле надо решать. Расставаться легко с людьми, говорить о том, что вам не нравится, и от этого поднимется ваша самооценка, вы себя уважать начнете, и молчать уже не захочется вам. На данный момент прям такого конкретного, что я вам посоветую, напишите письмо своей заловке, прям на листе бумаги, и вашу обиду, которая у вас есть, вы должны выписать все. Я там тебя ненавижу, обижаюсь за то, за это, прям вот моменты, как вы помните, в письме приводили мне, их прям переписывайте от руки подробно, прям хоть пять листов, сколько душе угодно. Потому что это письмо никто не увидит, и вы его просто сожгете, дома его не оставляйте, чтобы муж не прочитал, просто уничтожьте это письмо, сожгите его. Но написывая это все, активно вспоминая на лист бумаги, вам станет легче. Потихоньку вы эту обиду немножко отпустите. Но для прощения, для обид есть определенные психологические техники, обратитесь к психологу, вам помогут это сделать, и за пару сеансов вы прекратите, скажем так, эту проблему. Вот этот симптом, я бы назвала, вы снимете. Но на самом деле вам нужно копаться гораздо глубже в свое детство, и почему вы стали такой робкой. Ну, если вы хотите это решать, конечно. Если не хотите, вас все по жизни устраивает так себя вести всегда. Ну, просто я к тому, что если это не изменить вот в корне, кроме заловки, куча людей будет на работе, или еще где-то, соседка какая-нибудь, еще какой он просто не будет, приедет, погостит, и останется у вас, да. Найдутся те, кто будет попирать ваши личные границы, потому что вы их не отстаиваете. А чтобы их отстаивать, надо захотеть, надо уважать себя, не бояться, страх отпустить, и захотеть иметь что-то свое. Вам проще сейчас отдавать, издаваться и отступать. Под натиском более, может быть, сильного, брутального человека, который может подавлять. Вот такая история. Если считаете, что видео было полезным, поделитесь им в соцсетях, покажите своим знакомым, отправьте, например. Поставьте лайк, напишите комментарии, подведите, что вы посоветуете девушке, как себя вести в подобной ситуации. Я всегда под видео оставляю свою почту. Для того, чтобы вы присылали вот такие свои истории, анонимные мы разбирались с вами на канале, давали советы. Или записывайтесь ко мне на психологические консультации. Скоро увидимся. Всем пока. Всем пока.